Если ты пилишь годный контент, то у тебя растут подписчики, а с их количеством увеличиваются спонсорские гонорары за рекламу, и у автора начинает водиться мелочь в карманах. Но ролики на ютубе, даже казалось бы такие простые, как наши топы, занимают очень много времени в производстве, от выбора темы до финального рендеринга. Намного проще включить ОБС, запустить любимую игрулю, начать стримить и ждать, когда деньги потекут рекой. Но помните, успеха в этом деле достигают лишь самые талантливые или отмороженные. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня у нас топ-10 донатов на стримах. Десятое место. Стримерша Карина. Конечно же, стримерам донатили испокон веков, и Карина в этом далеко не первооткрыватель. Но именно она, на наш взгляд, популяризировала этот процесс. Когда Карина была на пике своей популярности, о ней шумел весь интернет. Никто не понимал, откуда такая бешеная популярность у человека с очевидным шок-контентом. Кариночка, это твоя мама. Привет, маму. Ты только не волнуйся. Но я умерла. Вернее, сдохла, как последняя собака. Пошла поебаться с тремя дедами. И меня порвали немножко. Успех заключался в реакции стримерши на донаты. Вопила она, как настоящая ведьма. Это мяч упала, сука! Блядь! А школьники, напрасывающие оскорбительные тексты всего за 10 рублей, только подливали масло в стримерский ад. Это 15 рублей! Сука! Иди нахуй! Но это стоило того. Ежемесячная выручка с онлайн-трансляции в какой-то момент стала доходить до 800 тысяч рублей. Девятое место. Мопс, дядя-пес. Не менее странные дела творятся на стриме у этих бывших заключенных. Мы, как Колька Соболев недоумеваем, как подобные типы, смогли набрать такую популярность на ютубе. Маты, оскорбления, воровской жаргон и самое главное, побои. Вот что царит на стримах мопса. За небольшую сумму псу его партнера 200 щелбан или даст леща, но за более кругленькую сумму может прописать и лося, или вдарить шокером. Правда, несчастный мопс по итогу дня получает не только вполне конкретных звездюлей, но и немалые деньги. Восьмое место. Юрий Хованский. Батя тоже очень давно прохавал тему донатов и стримов. И он вообще не гнушается любых способов заработка денег. Что ж, это его выбор. Медленно, но верно, на своих трансляциях он идет к успеху и набирает то на джакузи, то на гелик. Теперь вот хочет купить пентхаус в клубном доме. Суммы его топ-донатов не сильно впечатляют, зато очень доставляет его реакция. Бегай себе, пьяный слесарь Василий. Ты бы хоть, не знаю, оставил какие-нибудь, типа, контакты. Куда бы и шаг сосать? Видно, что Хован искренне рад 50-тысячному донату. Но в пылу радости говорит то, о чем, наверное, будет потом жалеть. Какой дырке будет торчать член, который мне нужно передернуть за этот полтишок? Седьмое место. Айтипедия. Алексей Шевцов, как и все стримеры и контент-мейкеры, обладает сильной харизмой и актерским мастерством. Но отыграть фейковый донат в 1 миллион рублей на должном уровне он не смог. Миллион рублей. Молодец, да. Зато, когда настоящий топ-донатор начал заваливать его канал деньгами, айтипедия раскрылся на полную. Еще бы, настоящие 150к денег, это не шутки. Пиздец. Шестое место. Альберт Джи Спот. Этот парень широко известен в узких донсерских кругах своей эмоциональностью, а его высказывания разносятся на цитаты. Мама, принеси полотенце, второе это воняет, пиздец, срочно. Запускай машинку, стирай все эти полотенца, я весь день потел, как ублюдок. Тебе, сука, в паблике до пенсии играть придется, уебан, блядь, чтоб тебя заметили, мразь. Свою аудиторию он набрал благодаря дружбе с одним из топовых стримеров на Твиче, Андреем Голубевым. Но многочисленные зрители не часто баловали Алика большими донатами, пока он не собрал более 160к за один стрим. Началось все с одного человека, но потом к Донейшн Фесту подключились почти все, отдавая должное Алику, а сам Альберт растрогался до слез. Пятое место. Мэдисон. Ну не могли же мы не упомянуть короля, Мэтт вообще одним из самых первых ютуберов бросил выпускать ролики и ушел на Твиче вести прямые трансляции. Он достиг там небывалого успеха, ну еще бы. Он же король и до всем известных печальных событий с шутками про Коран находился в топе Твича. И как успешный и уважаемый стример Илья не позволял себе особых эмоций насчет донатов. То есть вообще никаких эмоций он себе не позволял. Спасибо большое за 148 тысяч рублей, Вайтра. Спасибо. Ну ладно, Илья не был бы Ильей, если бы не потроллил своих зрителей. Донаты были фейковыми, а реакция спланирована. Стример Шикарин, спасибо за 250 тысяч рублей. Покажи сердечко и скажи мур-мур-мур. Пожалуйста, мур-мур-мур-мур-мур-мур. Четвертое место. Фиксен. Прежде чем мы поговорим о первых трех местах, хочется добавить к нашему топу не стримера, а самого донатера. Сергея Базов, он же Фиксен. Одно время прославился тем, что рейдил различные трансляции и донатил им по 100к, ожидая реакции самих стримеров. О, Фиксен. Спасибо за 15 тысяч рублей. По итогу, за все время его рейдов он посетил более десятка стримов и потратил более полутора миллионов рублей на донаты. Например, известный игрок в Hearthstone, Silver Name, получил от него 200 тысяч за одну трансляцию. Спасибо еще раз, Фиксен. Огромное реально спасибо. Я честно не верил. Парень, очевидно, хотел этим видео поднять свой собственный канал. Но, видимо, финансы начали иссякать и его похождения прекратились. А жаль, было весьма весело. Третье место. Ватник Русак. Когда речь заходит о реакции стримеров на донаты, то сразу вспоминается этот военный. Возможно, каждый донат на его стриме вызывает у него исключительно бурную реакцию. И ладно бы это были крупные суммы. Общее количество донатов редко переваливает за 20-30 тысяч. За месяц, блядь, а я тут играю час. Час, блядь, час, блядь, играю час. А это оклад за месяц, блядь. Но от каждого поступления в 500 рублей парень просто взрывается. Чем подстегивать зрителей донатить еще? Ну-ка, блядь. Блядь, ты на умаху. Ты уйди, ты будешь в библиоте затащил. Сука, блядь. Сука, блядь. 11, блядь. Я думал, тысяча. Ох, блядь. Блядь, сука, блядь, сука. На одной из трансляций он начисто разносит свою хату. Донатов в тот день было собрано на 41 тысячу. Согласитесь, скромная по меркам нашего топа сумма. Но реагирует ватник, будто выиграл в лотерею. Бедные его соседи. Ебать. Блядь. Блядь, сука, блядь. Это я тебе же обещал супер хайп на 1 сентября. Гы-гы-гы. Блядь, сука, блядь, сука, блядь. Второе место. ВИДЖЕЙ ЛИНК. Наверное, один из самых одиозных персонажей на Ютубе и Твиче. Человек-катастрофа. Человек, которому в прямом эфире выбили зубы. Человек, за адекватность которого не сможет поручиться никто на всем белом свете. Тоже получил свой кусок от большого пирога. Все произошло в тот момент, когда Линк был на полной дезморали. Называл себя ничтожным, никчемным. Но тут ему прилетело 777 тысяч 777 рублей. Кирилл, ты не неудачник. Спасибо за твое творчество. Успехов. Видно, как он сперва сам не поверил такой сумме. Ну а после на полном серьезе развалился в слезах. До сих пор неясно, фейковый ли был донат. Ты достоин ли вы Джейлинг Оскара за отыгрышей? Парню действительно повезло. Здоровья ваша. И первое место. Уродский. Вам может показаться произошедшее безумием, но это действительно правда. Русскоязычному стримеру Уродскому задонатили 9 миллионов рублей. 9 миллионов. Только вдумайтесь. Это был обычный стрим. Уродский играл с корешами в КС-ку. Но тут неожиданно ему прилетело 1000 долларов от некоего зрителя Motoc2K. Как потом выяснилось, это известный на Твиче донатер, проживающий в ОАЭ. И развлекающийся тем, что донатит крупные суммы забавы ради. 1000 абакинских раззадорили стримера. Он уже думал, что разбогател, но и не представлял, что ждет его дальше. А дальше еще два транша по 50 тысяч вечно зеленых. Вот это я понимаю, вышел постримить вечерком. Реакция для 9 мультов соответствующая. Ребята, я уже не буду ничего говорить. Я уже не буду ничего говорить. Ой, сука, я уезжаю. Чей донат вам понравился больше всего? И как бы вы потратили упавшее с неба 9 миллионов денег? Пиши об этом в комментах и не забывай подписываться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы. И на паблик подписывайся, ведь там мы регулярно проводим самые разные опросы.